добрый день мои дорогие подписчики мы продолжаем обзор монеток из моей коллекции и сегодня мы рассмотрим 5 рублей 1897 года это первая пятерка выпущенная уже во времена правления николая второго моей коллекции на в слабе компании gc в высочайшем грейде мс 66 плюс это пред топ-грейд согласно базе данных компании gc на сегодняшний день в мире всего лишь 5 штук грейд мс 66 плюс и 29 штук выше грейд мс 67 этот плюсик в конце 66 грейда значит что эта монета на регрейтинга если послать ее в нжс может получить также грейд выше то есть топ-грейд мс 67 если анализировать пятерки николая второго 1897 года в каталоге биткина их отписано всего лишь две разновидности вот это под номером 18 еще одна разновидность с гладким гуртом собой современные каталоги описывают как минимум четыре разновидности в последнее время был бы выявлены также монеты так называемыми ранними портретами поздними портретами малая голова большая голова монеты специальные чеканки как их называют то есть монеты отчеканены в советский период для расчетов с внешними долгами данная представленная разновидность относится к разновидности большая голова характерные особенности есть на чубе здесь он такой немножко закругленную форму умеет и на волосах на затылке николая они имеют как бы как причесаны в сторону уха более общий тираж данной монетки известно на сегодняшний день составляет 5 миллионов триста семьдесят две тысячи штук монетка выполнена из золота девятисотой пробы имеет вес 4,3 грамма если анализировать проходы по аукционам чтобы понять сегодняшнюю рыночную цену на эти монетки то например слабее ngc в грейде и мы 66 2 февраля 2023 года экземпляр монетки был продан за 1421 доллар а 19 ноября 22 года на очном аукционе в варшаве в грейде м 66 монетка была подана продана за 1551 американский доллар плюс конечно же комиссия аукционных домов а вот монетка в грейде уже м с 67 20 января 23 года на аукционе в соединенных штатах америке была продана за 5000 американских долларов поэтому тут уже существенная разница но тут такой переходящий грейд можно сказать он выше чем м с 66 ниже чем м с 67 возможно в следующий раз если мне так отправить и в анжаси ей будет присвоен то грейд м с 67 я лично данную монетку приобрел за 2300 долларов хорошая такая инвестиция монета действительно в люксовом качестве не сильно часто такое качество и такой грейд встретишь на нашем рынке поэтому без сомнений сразу же приобрел данную монетку но на мс-67 у меня не хватило средств там уже совершенно другая скажем так ценовая политика поэтому я вот увидел и взял сразу же 66 плюс грейд хотя он дороже ну примерно 1000 долларов чем его скажем так собрат м с 66 проходящий на аукционах однако значительно дешевле чем 67 грейды можно встретить топ-грейд в продаже на рынке на сегодняшний день так что такая вот чудесная монетка пополнила мою коллекцию показываю и здесь абсолютно полный прочекам всех мелких деталей всех гербов кроны монета не имеет никаких изъян мир чаши штемпельный блеск присутствует облой абсолютно отсутствует любые механические повреждения хоть ярчайший экземпляр спасибо за внимание